Добрый день, уважаемый Евгений Иванович, уважаемые депутаты, уважаемые жители Староскольского городского округа. Представляю вашему вниманию отчет о деятельности администрации Староскольского городского округа за прошедший 2020 год. Год был непростым, он принес нам такие вызовы, с которыми система управления округа не сталкивалась никогда. Распространение новой коронавирусной инфекции заставило нас принимать жесткие, но выверенные решения, которые не только обеспечили безопасность и максимальную защиту здоровья староскольцев, но и сохранили устойчивость нашей экономики. Отмечу, что несмотря на все трудности в 2020 году, общими усилиями нам удалось реализовать планы по всем национальным и региональным проектам, сделав тем самым хороший задел на продолжение этой работы в текущем 2021 году. Несмотря на пандемию, продолжается плановое развитие территории. Бюджет Староскольского городского округа исполняется сбалансировано. Социальные обязательства перед населением выполняются своевременно и в полном объеме. Поступление доходов в бюджет округа в 2020 году составило 9 млрд 611 млн рублей. Собственные доходы 3 млрд 801 млн рублей. По расходам бюджет округа за 2020 год исполнен в сумме 9 млрд 611 млн рублей. В общем объеме расходов традиционно больше половины составляет расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы. В прошлом году в бюджет поступил 658 млн рублей неналоговых платежей. За 2020 год потребовал принять сотни для нас непростых решений. При острой потребности в дополнительных социальных расходах крайне важно было сохранить устойчивость бюджета и экономики округа. Как отметил в своем обращении к депутатам Думы руководитель региона Вячеслав Гладков, решая экстренные тактические задачи, необходимо не упускать из вида главного – качество жизни людей. В центре внимания по-ближнему остается человек и его потребности. Работа и трудоустройство – одно из главных направлений, которому мы должны уделять сейчас внимание. В конце августа число зарегистрированных безработных достигло максимума 3951 человек. Но нам удалось сохранить экономический потенциал округа и за 2020 год на территории округа создано 845 новых рабочих мест, что на 205 ниже уровня прошлого года. Но на то есть причины. Численность официально зарегистрированных безработных на конец 2020 года составила 1428 человек. Количество акансий – 4907. Важную роль в снижении безработицы мы отводим реализации комплекса мер, направленных на восстановление численности занятого населения. Наши планы до конца года достигнут показателя в 132 тысячи занятого населения и превысить до пандемийный уровень. На социально-экономическое развитие Староскольского городского округа привлекательность территории продолжает влиять успешное функционирование промышленного комплекса и поступательный рост производства. Вопреки ограничениям промышленными компаниями, объем отгруженной продукции составил в 2020 году более 260 миллиардов рублей, что выше уровня аналогичного периода на 2,8%. Рост произошел за счет увеличения производительности предприятий по добыче полезных ископаемых. По обрабатывающим производствам за 2020 год отгружена продукция на сумму около 160 миллиардов рублей. Это ниже уровня 2019 года на 5,2%. Снижение показателя обусловлено уменьшением отгрузки по производству пищевых продуктов, производству напитков, готовых металлических изделий, производству электрического оборудования. Металлургическими предприятиями за прошлый год отгружена продукция на сумму более 106 миллиардов рублей, или на почти 2% выше уровня прошлого года. Инвестиции играют одну из ключевых ролей в экономике городского округа, обеспечив воспроизводство основных фондов и повышение конкурентного преимущества территорий. Портфель инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территорию округа, включает 139 позиций, общей с метной стоимостью более 46 миллиардов рублей. В целом по городскому округу объем освоенных инвестиций ценится на уровне 26 миллиардов рублей. Отмечу, что наиболее крупные инвестиционные проекты – это модернизация узла сгущения оборотного водоснабжения цеха хвостового хозяйства Столинского горно-обогатительного комбината, реконструкция широпрокатного стана Оскольского электрометаллургического комбината, строительство корпуса номер 5 Оскольского завода нефтяного машиностроения. Цель увеличения объема промышленного производства применяется бережливой технологией на предприятиях в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Я скажу, что в настоящее время участниками этого проекта мы начинали с одного-двух, вообще одно предприятие сначала было, сегодня это 11 уже наших предприятий города. Это Староскольский завод автотрактовного электрооборудования имени Сея Михайловича Мамонова, Алтек, полиграфия «Славянка», Белорегион-центр, комбинат любопродуктов «Староскольский», «Фитгрупп», «Фасадкомплект», «Монакавто», «Агропромышленный комплекс», «Промагра», производственное торговое предприятие «Славянский союз», «Астек». То есть наряду с крупными предприятиями уже такой и средний уровень предприятий тоже подключился и вошел в эти программы. Не просто в 2020 году пришлось всем, кто трудится в туризме, в сфере услуг. На территорию округа зарегистрировано более 11 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан. В данном секторе работает примерно 30 тысяч человек. Оборот малых и средних предприятий по всем видам экономической деятельности за прошедший год составил более 110 миллиардов рублей. Это выше уровня 2019 года на 3,3%. В округе в целях оказания антикризисной помощи субъектам малого и среднего бизнеса, который пострадал из-за снижения деловой активности и введения ограничительных мер в прошедшем году, осуществлялась выплата субсидий. На компенсацию зарплаты в размере МРОД на каждого работника такой субсидией воспользовались 2560 субъектов. Это 73% от общего количества пострадавших на сумму более 200 миллионов рублей. Также осуществлялась выплата на дезинфекционные и профилактические мероприятия. Этим воспользовались еще 545 субъектов. Эта сумма составила 821 миллион рублей. Также ряд организаций в сфере малого и среднего бизнеса получили освобождение от уплаты налогов за второй квартал 2020 года на сумму 61 миллион рублей, а срочку и уменьшение арендной платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества и крупных торговых центров. Для повышения инвестиционной привлекательности территории округа и создания условий для ведения грамотного и успешного бизнеса реализуются программные мероприятия по развитию предпринимательского потенциала и улучшению делового климата. Общая сумма финансовой поддержки в виде микрофинансирования, предоставления гарантий, субсидий, грантов составила более 400 миллионов рублей. Такой мерой поддержки воспользовались 65 субъектов малого и среднего предпринимательства. С хорошими показателями завершили прошедший год предприятия агропромышленного комплекса. Объем инвестиций в основной капитал отраслей сельского хозяйства составил 279, почти 280 миллионов рублей. Проводимый на территории округа комплекс мер, который направлен, в первую очередь, на развитие деятельности крупных агропромышленных формирований, малых форм хозяйства на селе, позволил нам довести объем произведенной продукции сельского хозяйства в 2020 году до 15 миллиардов 845 миллионов рублей. Это 102% к уровню 2019 года. В том числе стоимость валовой продукции на 1 гектар пашни, это основной показатель, составила 246 тысяч рублей. Это достаточно хороший показатель для муниципальных образований Белгородской области. В целом объемы господдержки сельского хозяйства составили более 400 миллионов рублей. Средства пошли на грантовую поддержку малых форм в хозяйствовании, это почти 19 миллионов рублей, 6 грантов получили. И на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. Это 30 миллионов рублей, был создан еще один кооператив. В 2020 году деятельность администрации Староскольского городского округа в сфере земельных и имущественных отношений также была направлена на достижение цели, связанной с обеспечением максимальной эффективности управления имуществом и земельными ресурсами округа. Также повышением доходности от их использования и созданием благоприятной сферы для развития всех форм бизнеса в условиях преодоления экономических посредств и распространения COVID-19. Достижение плановых показателей поступления неналоговых платежей удалось обеспечить, в том числе и за счет дополнительного вовлечения в оборот 54 земельных участков общей площадью почти 275 гектаров, свободных от застройки, а также упорядоченных договорных правоотношений на размещение нестационных торговых объектов. В 2020 году в рамках реализации проекта «Ликвитация незарешенного строительства на территории округа» мы его сразу завели, этот проект, продолжена работа по снижению количества брошенных объектов. В округе количество объектов незарешенного строительства коммерческого назначения снизилось более чем на 50%, и сегодня составляет 103 единицы. По состоянию на 1 апреля текущего года количество таких объектов составляет уже 95 единиц, из них 86 объектов, они расположены у нас на территории города. Отдельно хочу отметить, это долгострой у нас в микроороне «Космос», дом 11, по инициативе администрации, преобладателем указан объект незарешенного строительства переданную муниципальную собственность, и в августе 2020 года депрессивная площадка получила вторую жизнь, и она была вовлечена в экономический оборот. По результатам завершения мероприятий по сносу объекта незарешенного строительства и проведения соответствующих аукционных процедур между администрацией и компанией, и в Даламент заключен договор аренды земельного участка для осуществления строительства современного жилого микроорона. Ввод в эксплуатацию данного жилого комплекса, состоящий из 8 позиций, на 655 квартир, и там будут торговые площади с автостоянкой, он запланирован в срок до 25 апреля 2024 года. Объем большой строительства. Также следует отметить брошенные объекты бывшего маслозавода по улице Пряченко. Данная депрессивная площадка никогда не соответствовала архитектурному облику, после, собственно говоря, разрушения основных строений, и до настоящего времени использовалась неэффективно, и она предоставляла угрозу из-за аварийности и ветхости зданий. Сегодня вопрос решен. Площадка приобретена инвестором компании «Даль», а вот это белгородская компания. В течение 2020 года приняты меры по демонтажу старых зданий, и на этой площадке площадью 6 тысяч квадратных метров планируется реализация проекта «Стройландия». С развитой инфраструктурой и придорожным сервисом. Данная идея получила давление областного градостроительного совета. В округе продолжается имущественная поддержка отдельных категорий граждан. В 2020 году улучшены жилищные условия в 85-ти староскольцев. Многодетным семьям выделено бесплатно 69 участков земельных для индивидуально-жилищного строительства. Также в 2020 году 9 жилых помещений было передано детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 20 служебных квартир предоставлено из Министерства жилищного фонда медицинским работникам и фельдшерам. Переходя к строительной отрасли, отмечу, что за прошлый год была проделана колоссальная работа в этой сфере. Наиболее значимые финансовые вложения были направлены на капитальный ремонт объектов социального назначения, образование, культура, спорт, здравоохранение, строительство объектов инженерной инфраструктуры, благоустройство округа. Проводился ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов, путепроводов в целях совершенствования и развития дорожной транспортной сети округа. В прошедшем году объем освоения состоял более 2,5 млрд рублей за счет всех источников финансирования. Это там, где муниципальное образование Староскорский городской округ был заказчиком, по сути, управления капитального строительства округа. Сумма очень внушительная и нагрузка была соответствующая. В рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» образование программа «Ангрейд Староскорской территории» за отчетный период выполнены работы по капитальной ремонту 9 школ и строительство спортивного зала «Готовская школа». Успешно реализованы мероприятия по обновлению детских и дошкольных учреждений. Капитально отремонтированы 2 детских сада, выполнены работы по благоустройству 9 территорий дошкольных и общеобразовательных учреждений. В 2020 году продолжилось строительство двух детских садов. Вчера мы здесь присутствовали заместитель губернатора, Владовили Иванович, вроде бы точку поставили и по школе, и по двум этим детским садам. Я думаю, до сентября месяца они все будут введены в эксплуатацию. Впечатляет своим масштабным работой по поддержке здравоохранения у нас в округе. С учетом переходящих контрактов в 2020 году выполнен капитальный ремонт на сумму 137 миллионов рублей. Это отремонтировали мы корпус «В». Это 3-9 этажей Старо-Скользко-окружной больницы, святителя улики Крымского. Завершили строительство корпуса «Г» в стадии завершения строительства гаражей для спецтехники. Это старая станция скорой медицинской помощи. Завершен капитальный ремонт корпуса детско-инфекционного отделения с детской реанимацией окружной больницы. Ведется капитальный ремонт административно-бытового корпуса городской больницы номер 1 под нужной Старо-Скользко-окружной детской больницы. Ведется капитальный ремонт блоков А и Б главного больничного корпуса окружной больницы под размещение стационарного подразделения для взрослого населения. Блок В детская многопрофильная больница. В этом году все учреждения здравоохранения будут завершены. Капитальный ремонт. Дальше перейдет 22 благоустройство. Также в прошедшем году капитально отремонтирована кровля и помещение Староскольского центра специализированной медицинской помощи психиатрии и наркологии. Завершен капитальный ремонт городской детской поликлиники номер 3. Благодаря помощи инвестора в прошедшем году завершено строительство корпуса для замещения станции скорой медицинской помощи. Я о нем говорил. Помощь эта компания «Славянка». Все это наглядные примеры того, что наша система здравоохранения, прошедшая в прошлом году, бросив серьезные силы и ресурсы на борьбу с ковидом, продолжала решать и задачи своего стратегического развития. Сложнейший минувший год стал и для сферы культуры. Несколько месяцев проставили концертные залы, дома культуры, театр. Большинство мероприятий перешли в режим офлайн, онлайн. Тем не менее, мы не только провели знаковые для опыта события, но и продолжили апгрейд и в этой отрасли. Были выполнены работы на сумму почти 90 миллионов рублей. Мы построили новое здание Центра культурного развития Федосеевки, отремонтировали полностью, выполнен капитальный ремонт Центра народных промыслов. Сегодня завершаются работы, уже в этом году будут завершены на аптеке Турминского, это объект культурного наследия. За счет небюджетных средств продолжается капремонт Дворца культуры Комсомольц. Очень такой емкий, серьезный объект, будет действительно такой жемчужиной у нас в области, да и не только. Ограничения внесли коллективы и спортивную жизнь. Большинство мероприятий пришлось отменить, но финансирование учреждений спорта мы сохранили. Мы, собственно говоря, даже по учреждениям культуры онлайн режим, он, да, был, и мы всем выплачивали заработную плату посредней, даже, в принципе, стабильно. Вот, никаких не было ни вопросов, ни инцидентов. Вот, все были обеспечены заработной платой. То же самое и по учреждениям физико-культуры и спорта. На финансирование учреждений спорта вообще, в принципе, мы тоже не жалели средств. Благодаря этому мы провели внутренний ремонт спортивного комплекса «Железнодорожник». Вот, он много лет стоял, практически не эксплуатировался. Построена мини-футбольная площадка с искусственными покрытиями на стадионе «Спартак». Вот, ну и у нас появилась еще одна ледовая арена в торгово-развлекательном центре «Славянский». Уважаемые депутаты, мы ставим перед собой задачу и в этом году сохранить высокие темпы строительства, добиться своевременного ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы и жилья. Создание комфортной городской среды, кстати, у нас по индексу комфортной городской среды на Афгенде говорил, там, 186, и мы ожидаем, что мы дальше поднимемся, 204. У нас этот индекс по результатам мониторинга Минстроя в Белгороде 220. То есть мы уже в своей группе, конечно, находимся 24-е, но 20 городов в этой группе – это все города Московской области. Нам тяжело с ними конкурировать, но тем не менее. Создание комфортной городской среды, обустройство общественных пространств, комплексное зеленение – это все наши приоритетные направления работы в этом году. В прошлом году мы завершили благоустройство 22 ровных территорий многоквартирных домов с устройством сети и наружного освещения. За счет средств областного бюджета мы выполнили благоустройство прилегающей территории в районе дома номер один, центральный. Это бывший объект Витязя. Мы его, в принципе, завершили и благоустроили. Отдельное внимание мы уделяем благоустройству общественных пространств. Выполнена работа в микро- районах «Зеленый лог» по строительству скейт-парка. Проведено благоустройство скверов Аист в микро- районе Восточный, Пушкина в микро- районе Королева, театрального сквера, парк Олимпийский моего. Сейчас немножко там доблагоустроим микро- районе Центральный и парк Комсомольский. С охранением зеленого каркаса, особо охраняемого у нас территории, тоже, я думаю, в мае месяце будет красота. За счет средств из небюджетных источников выполнено благоустройство территории в микро- районе Юность-Пляж, капитальное, ну это промагленно, выделяемые средства, катальный монт, освещение территории и аллеи, видеонаблюдение, оповещение, музыкальная трансляция мемориального комплекса в районе Таманского леса. Там вообще 30, практически миллионов рублей, компания «Металлоинвест», вот, завершили работу, теперь это действительно, вот, такой мемориальный памятник. Вот, есть желание там еще и построить музей Великой Отечественной войны рядом, тогда это будет полный комплекс. Кровеносная система округа, это наша дорожно-транспортная сеть, от качества и пропускной способности дорог зависит и комфорт жителей, и издержки бизнеса, соответственно. В рамках национального проекта безопасной и качественной дороги в 2020 году мы выполнили капитальный ремонт шести автомобильных дорог общей протяженностью 10,4 километра, замена асфальтобетонного покрытия, нанесением дорожной разметки, установки новых автобусных павильонов, строительство и ремонт пешеходных тротуаров с обустройством подходов к ним, встанет за решение работы по ремонту автомобильной дороги, это от первого базового до юго-западного входа, ну, там, собственно говоря, 7,1 километра благоустройства осталось. В 2020 году 53 километра автомобильных дорог отремонтированы в районах индивидуальной жилищной застройки, Толопойки, Насосинки, Пролески, Морожкин-Лох, Озерки. Для создания комфортных условий проживания граждан в районах индивидуальной жилищной застройки, это у нас Незнамого строитель, Лобокинские сады, Феросеевка, в рамках федерального проекта жилье, государственная программа обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, выполнила строительство 32 километров сетей водоснабжения, 18 километров сетей водоотведения за счет федерального и областного бюджета. Эта сумма составила 204 миллиона рублей. Строительство жилья в городском области осуществлялось в рамках программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области. И я отмечу, что по-прежнему приоритетными направлениями жилищного строительства на территории округа является индивидуальное жилищное строительство. В 2020 году было введено 128 тысяч квадратных метров ИЖС, это 889 жилых домов. Что касается нагвартирных жилых домов, то эта цифра составляет порядка 25 тысяч квадратных метров. Это вообще нам непозволительно, понятно были особые условия. Сейчас, я думаю, в 2020 году мы введем 154 тысячи метров, но эту цифру нужно довести до 300 тысяч. Сейчас активно развивается это направление строительства на квартирного жилья. Мы с надеждой смотрим на эти все проекты, их реализацию. Одним из главных направлений развития отрасли ЖКХ является проведение капитального ремонта многоквартирных домов. В 2020 году проводились работы по капремонту в 27 домах, это 306 миллионов рублей. В том числе в 14 домах пройдем комплексный капитальный ремонт с утеплением фасадом полностью по всем пяти видам работ, плюс благоустройство. Кроме того, в 2020 году в рамках проекта ускоренной замены лифтов в округе заменен 51 лифт. 15 лифт на квартирных домах, это еще 113 миллионов рублей. Большое внимание сегодня уделяется решению вопросов энергосбережения, повышения энергоэффективности. В 2020 году в рамках проекта модернизации системы наружного освещения Староскольского округа на основных магистралях города мы заменили более тысячи светильников, по-моему, 1133. Вообще на организацию наружного освещения средств городского бюджета в прошлом году направлено 114 миллионов рублей. Особое внимание уделяется благоустройству территорий как в районах многоквартирных жилых домов, так и в зоне индивидуальной застройки. Победителями ежегодного конкурса проектов, реализуемых территориальными общественными соуправлениями на территории области в 2020 году стали три ТОСа. ТОС и ЖС «Сосинки» с проектом строительства спортивной площадки «Центр притяжения», ТОС «Живописный уголок» с проектом строительства хоккейной коробки «Хоккей для всех» и ТОС «Казацкий один» с проектом строительства многофункционального парка отдыха «Городской оазис». Все проекты победителей реализованы полностью. Обновление автотранспортного парка – это залог своевременно на оказание услуг надлежащего качества в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За счет средств бюджета округа для учреждения «Зеленстрой», ну и нашего коммунального предприятия, которое занимается обслуживанием, содержанием опорной сети «Городской». В принципе, мы приобрели специализированную технику, 16 единиц на сумму почти 45,5 миллионов рублей. Это в рамках нашего соглашения об экономическом партнерстве с компанией «Металлогий везд». Первостепенное внимание администрации округа в городской сфере жилищно-коммунального хозяйства уделяется состоянию развития систем инженерной инфраструктуры. Для улучшения качества оказываемых услуг водоснабжения в прошедшем году водоканалом проведена работа на сумму 15 миллионов рублей. Разработан проект на реконструкцию очистных сооружений, мы много о них говорили. Финансовую поддержку оказывает фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в размере 300 миллионов рублей. В 2020 году в рамках проекта проведены демонтажные работы пяти объектов очистных сооружений, работа сегодня продолжается. Я думаю, этот и 2022 год мы завершили. Эти виды работ. Начало 2022 год, переходной этап все равно. Наверное, самый важный итог 2020 года. Мы не только оперативно и гибко реагировали на все вызовы кризисной ситуации, но и очень, скажу уверенно и последовательно, решали задачи цельноэкономического развития округа. Сложный был год для системы образования. Весной осваивали дистанционный формат обучения, хотя нам это не первый раз пришлось, но тем не менее все школы в основном перешли на онлайн дистанционный формат. И, в принципе, вопрос это был с организацией этих мероприятий. Все лето готовились к очному режиму, осносили все образовательные организации приборами обеззараживания воздуха, бесконтактными термометрами и дезинфицирующими средствами. В Старомоскорье продолжает реализовываться комплекс мер по созданию современной безопасной образовательной среды. Он обеспечивает высокое качество образования наших юных староскольцев. В 19-20 учебный год за этот период дополнительно мы создали 20 мест для детей в возрасте до 3 лет за счет проведения капитального ремонта детского сада номер 7 «Лесная поляна». 75 мест для детей раннего возраста индивидуальными предпринимателями были созданы частные детские сады. Но они все осуществляют образовательную деятельность по программам дошкольного образования. То есть получены лицензии соответствующие. В округе поддерживается развитие вариативных форм дошкольного образования. На сегодняшний день в школах создана эффективная система работы с одаренными дними, дающая стабильные результаты. Выпускники староскольских школ продолжают показывать высокий уровень подготовки государственной итоговой аттестации. 962 11-классника приняли участие в едином государственном экзамене, показав результаты выше средних. Российская Федерация по 10 предметам из 11, Белгородской области по всем предметам. 9 выпускников получили стабильную оценку по результатам единого экзамена и достойной премии губернатора Белгородской области. Выпускница средней школы номер 40 набрала стабилов по 2 предметам. Еще одна задача, которая стоит перед нами и которой уделяет большое внимание руководителя региона, это особое внимание к дополнительному образованию. В Старом Москве для обеспечения творческого роста юных талантов у нас продолжается адресное курваторство. И благодаря деятельности Попитического совета на поддержку детского творчества направлено более 20 миллионов рублей в прошедшем году. Основополагающими факторами успешной образовательной деятельности является здоровье сбережений. Более 18 тысяч обучающихся выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. С 1 сентября 2020 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации 100% учащихся первых и четвертых классов обеспечены горячим завтраком. На сумму, ну, стоимость завтрака 50 рублей 55 копеек в день. Всех обучающихся пятых и одиннадцатых классов продолжили получение горячего молочного завтрака. Детям из малоимущих семей и с ограниченными возможностями здоровья предоставлено льготное питание. Для реализации процессовой инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях функционируют группы, компенсирующие направленности и ресурсные классы. В 47% школ и в 34% детских садов создана доступная среда. Важным компонентом здоровья и сбережения является организация отдыха и оздоровления детей и подростков. В прошедшем году на территории городского округа функционировали 40 лагерей с дневным пребыванием детей, 5 лагерей труда и отдыха, 3 детских загородных оздоровительных лагеря. Летом в них отдохнули более 2,5 тысяч детей. На проведение оздоровительной кампании из расхода на 26 миллионов рублей. Большое спасибо, говорю, предприятиям округа, которые внесли значительный вклад в совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений в 2020 году получено грантов на сумму более 12 миллионов рублей. Образовательные организации принимали активное участие в грантовых конкурсах и корпоративных программах, направленных на поддержку молодежных социально значимых проектов, организованных управляющей компанией «Металл Инвест» и аэропромышленным холдингом «Промагра». Отдельно отмечу, что школа номер 24 совместно с некоммерческой организацией «Профстандарт» стали победителями конкурса и выиграли грант на сумму 500 тысяч рублей для реализации проекта «Особенному ученику, особенный учитель». Школа номер 34 стала победителем всероссийского конкурса партии «Единая Россия» «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной Рады», получив грант 500 тысяч рублей. В прошедшем году школа округа в рамках национальных проектов «Образование и демография» получили оборудование для реализации образовательных программ и осуществления учащихся проектной деятельности. В июле 2019 года Советом по социально-гуманитарному развитию Белгородской области дан старт региональной стратегии «Доброжелательная школа», в соответствии с которой сформирован муниципальный портфель проектов. Сегодня есть первые результаты. Мы создали виртуальный конституционный центр для родителей общаться с ребенком, как социальные сети ВКонтакте, школа наставничества и малого научного общества, учащихся первых и пятых классов. Переход 35 школ округа в режим работы «Школа полного дня», которая предусматривает максимальную полезную занятость обучающейся во второй половине дня. Уважаемые депутаты, распространение новой коронавирусной инфекции заставило нас принимать оперативные и выверенные решения. Наибольшее количество таких решений было в сфере здравоохранения. На начало пандемии в округе были готовы к приему пациентов абсолютно новым, еще не изученным диагнозом 84 оборудованные койки в больнице. Все. В итоге в пик заболеваемости в конце года для оказания специализированной медицинской помощи было задействовано уже 750 койек. Для более сотни врачей, медсестер, санитаров и немедицинских работников окружной больницы, а также для десятков студентов и ординаторов трудовые будни превратились в месяцы самоотверженной и героической борьбы за жизнь и здоровье людей, порой на грани сил и возможностей. Одним из важнейших итогов прошлого года, считая консолидацию общества, предпринимателей, общественники, депутаты, добровольцы, все они объединили усилия, чтобы помогать и помочь врачам и жителям округа, которая нуждается в поддержке. Я благодарю всех староскорцев, кто активно, искренне, бескорыстно включился в эту работу. В 2020 году значимыми результатами стали снижение уровня общей заболеваемости детей и подростков, повышение количества детей с первой группой, здоровье, увеличение доли посещений детьми и подростками медицинских организаций с профилактическими целями, ставлю акцент. В прошедшем году деятельность учреждений культуры была направлена на выполнение основных задач отрасли. Сохранение высокого уровня предоставляемых услуг, улучшение материальной и технической базы учреждений, поддержку одаренных детей, создание равных условий доступности. По итогам прошедшего года управление культуры городского округа стала абсолютным лидером регионального рейтинга. Вообще пять лет подряд лидер регионального рейтинга. Победителем волосного рейтинга информационной активности, культурной жизни муниципальных районов и городских округов. По результатам рейтинговой оценки показательной деятельности учреждений культуры Белгородской области победителями признаны Староскольский творческо-методический центр, Центр культурного развития Горня, Центр народных промыслов, Староскольская библиотечная система, Детская художественная школа. Староскольский театр детей и молодежи имени Борисовича Равенских награжден ежегодной премией созидания в области культуры. Прошедший год стал рекордным по количеству проектов, ставших победителями грантов и конкурсов. 28 проектов получили финансирование. Староскольский театр детей и молодежи продолжил участие в реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины», инициированной партией «Единая Россия». В прошедшем году театр получил финансовую поддержку более 5 миллионов рублей, что позволило выпустить 4 премьерных спектакля. Творческие коллективы и солисты, учащиеся в детских музыкальных школ и школ искусств округа признаны победителями более 170 конкурсов международного и всероссийского уровня. Динамично развивается в округе декоративно-прикладное творчество, чему способствует деятельность дома ремесел, центра народных промыслов, дома художника, а также клубных формирований культурно-досуговых учреждений. В городском округе функционирует централизованная библиотечная система, состоящая из 35 муниципальных библиотек. За прошедший год обслужили мы 52 тысячи читателей. Главными событиями библиотечной деятельности в прошедшем году стали мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 7-я благотворительная акция «Подари книгу, подари ничту» «Всероссийские акции «Библия. Ночь» и «Ночь искусств». Проведена крупнейшая онлайн-встреча, веб-выставка в рамках реализации проекта «Родинаровские чтения». Читательница Долгополянской модельной библиотеки стала победителем властного конкурса «Лучший читатель Белгородчины» в номинации «Самый активный читатель». Неотъемлемая часть культуры городского округа Староскольский музей. В 2020 году их посетили более 83 тысяч человек. Проведено 129 выставок. На сайтах музеева организованы виртуальные мероприятия. Большое внимание в прошедшем году было уделено реализации мер социальной защиты населения. В полном объеме реализуются мероприятия, направленные на повышение уровня и качества жизни, прежде всего льготных категорий граждан. Администрация округа выполнила все обязательства в отношении предоставления мер социальной поддержки Староскольцев. Действенной помощью в рамках господдержки семей с детьми является пособие на детей и выплаты женщинам при рождении первенца. В 2020 году на данные выплаты засходано 137 миллионов рублей. Согласно национальному проекту «Демография» в прошедшем году правительство Белгородской области принятое постановление, которое предусматривает предоставление едновременной выплаты студенческим семьям, ежемесячной компенсации на приобретение продуктов питания семьям с детьми от 6 месяцев до 1,5 лет, единовременной выплаты на улучшение жилищных условий женщинам, родившим двойным и тройным. Данными выплатами воспользовалось 1135 человек на сумму почти 10 миллионов рублей. В результате принятых мер по улучшению демографической ситуации в округе наметилась устойчивая тенденция роста многодетных семей в сравнении с 2019 годом, и их численность увеличилась на 213 семей, составила на сегодняшний день 2525 многодетных семей в Староскольском округе. В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» внедрены формы ухода, приемная семья, санаторий на дому, служба сиделок. Это нам позволило, ну и гражданам пожилого возраста, инвалидам, получать социально-медицинскую реабилитацию в домашних условиях, обеспечило снижение потребностей граждан в стационарной форме социального обслуживания. Растет интерес Тараскольцев к массовым занятиям физической культурой и спортом. В прошедшем году проведено более 400 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие 67 тысяч человек. В прошедшем году проведены спортивные мероприятия при поддержке благотворительного фонда искусство, наука и спорт, спортивный фестиваль «Сеноспортеры», лекотредический пробег «Оскольский полумарафон», в которых приняли участие более 7 тысяч человек. Приоритетом молодежной политики было и остается развитие добровольческой деятельности. В рамках ресурсной площадки «Доброволец Оскола», функционирующей на базе Центра молодежных инициатив, в 2020 году в волонтерскую деятельность вовлечено более 4,5 тысяч молодых людей. Действуют 62 на сегодняшний день добровольческие организации. По итогам прошлого года деятельность волонтеров округа отмечена на региональном и всероссийском уровне. Выстроена эффективная система взаимодействия с талантливой и творческой молодежью, что подтверждает результаты областного конкурса на лучшую организацию деятельности Центра молодежных инициатив, в котором Староскольский городской округ был признан победителем. Уважаемые депутаты, на территории городского округа функционирует многоуровневая система профилактики преступлений и правонарушений. Зачетный год Старом оскорили реализованные программные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, обеспечение безопасности дорожного движения, терроризма и экстремизма, защиту населения территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде. Функционирует 41 народная дружина по охране общественного порядка. Ее численность – 380 человек, 44 – представителя казачьих обществ. Силами общественных формирований и правоохранительной направленности совместно с сотрудниками УВД в прошедшем году пересечен ряд преступлений и административных правонарушений, наиболее активно принимавшие участие в охране общественного порядка члены народных дружин по ширине денежными премиями. Целью выполнения поставленных задач, направленных на выявление и пресечение правонарушений в области охраны окружающей среды, экологической безопасности, сфере благоустройства и надлежащего санитального содержания внутриквартальных территорий. Сотрудниками Управления муниципального контроля выявлено более 40 мест несанкционирования и складирования отходов. Все они ликвидированы за счет нарушителей, подчеркиваю, которым привлечены к административной ответственности. В прошедшем 2020 году наш округ признан лидером по итогам деятельности среди городских округов территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Белгородской области. Заняли первое место. Первое место заняла Староскольская наша единая диспетчерская служба по результатам деятельности единых дежурно-диспетчерских служб городских округов в регионе. Следует отметить работу по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития системы общественного самоправления в нашем округе. В 2018 году была утверждена муниципальная программа по развитию общественного самоправления. Она работает на укрепление доброситских отношений между жителями, дальнейшее инициативное участие граждан в решении вопросов местного значения, активизация творческого потенциала, удовлетворение потребностей в самореализации и в процессах самостоятельного управления территорией. В 2020 году было зарегистрировано 9 уставов территориальных общественных самоправлений и действовало 65 ТОС. Назначено 10 старост сельских населенных пунктов. В своем послании неделю назад Вячеслав Владимирович подчеркнул, что главное для нас улучшение качества жизни людей. Согласен, это главная цель национальных проектов. Максимальный эффект можно достичь лишь при постоянной обратной связи с населением, начиная с планирования и заканчивая приемкой объектов. Мы каждый год увеличиваем вовлеченность людей в решение вопросов местного значения. Это подтверждает динамика роста поступлений обращений в муниципалитет, как в письменных, так и в устных, так только посредством социальных сетей. За отчетный период рассмотрено порядка 15 тысяч обращений. Но там где-то 6 письменных и остальное через социальные сети. В портфель проекта в администрации в 2020 году было включено 199 проектов, в том числе 66 бережливых и 18 инвестиционных проектов на общую сумму 816 миллионов рублей. Уважаемые депутаты, участники заседания, в этом докладе, кроме отчета о работе, я не могу не упомянуть важные события 2020 года, в которых принимали участие все мы, руководители местных органов власти, депутаты всех уровней, руководители крупных предприятий, события, которые нас объединяли. Мы постарались достойно отметить 75-летие Великой Победы, несмотря на пандемию и серьезные ограничения. На территории округа расположено 74 памятных объекта. В 2020 году 12 братских могил отремонтировано за счет средств марафона во имя Победы, 22 памятника за счет средств меценатов. 2020 вошел в историю как год внесения большого количества социально значимых патриотичных поправок в Конституцию России в таком объеме впервые в 1993 году. 2020 год был годом большой избирательной кампании. В единый день голосования в сентябре староскольцы выбирали своих представителей в областной парламент. В 2021 году нас ждут не менее важные выборы в Государственную Думу и выборы губернатора области. Уверен, что староскольцы придут на участки и всегда мы будем на достойном уровне. Уважаемые депутаты, мы понимаем, что еще не все сделано, чтобы жизнь староскольцев стала максимально удобной и комфортной, но мы знаем по каким направлениям двигаться, чтобы реализовать намеченные планы. Подчеркну, что достигнутые результаты 2020 года – это заслуга работников и руководителей организации, команды администрации, депутатов совета, депутатов городского округа и областной думы. Особые слова благодарности за поддержку я урожаю Савченко Евгению Степановичу, сегодня сенатору, временно исполняющему обязанности губернатора Белгородской области Вячеславу Владимировичу Гладкову, заместителям губернатора и членам правительства Белгородской области. Я сегодня могу с уверенностью заявить, что тяжелейший 2020 год для староскольского городского округа в целом был очень результативным. И убежден, что планы, намеченные на текущий 2021 год, благодаря совместной работе будут успешно реализованы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ